Ну, знаете, мы, конечно, поговорим сегодня обязательно и о той иконе, весьма сомнительной, на мой взгляд, по крайней мере. Вряд ли будем обсуждать уж прям подробно художественный фильм, но хочется начать с истоков и с первопричин. Почему вообще стало возможным такое мощное нападение на Москву, такая битва, в которой очень значительно преобладали силы противника? Почему немцы, собственно, оказались под Москвой? Это стоило колоссальных усилий. Действительно, чудо, в каком-то смысле, спасло столицу от того, чтобы она досталась в руки врагу. Юрий Альбертович, как вы считаете? Вообще, надо чуть-чуть, так скажем, затронуть предвоенный период. В 1939 году численность Красной Армии была порядка где-то 2,5 миллионов человек. До этого вообще миллион с лишним. Начинается Вторая мировая война и проходит мобилизация в Красную Армию. И численность доводит до 4,5 миллионов. И вот представьте себе, практически за полтора года призвали 2 миллиона человек. Им негде жить, они не обучены, их надо всех одеть, обуть, найти командиров, оружие. Ну, оружие еще, ладно, можно было какое-то найти. Естественно, уровень подготовки армии был недостаточный. Такая же проблема была и с командирами. Причем еще сказались очень сильно репрессии. Значит, вот в войсках противовоздушной обороны, высший командный состав, если брать, порядка где-то 65% руководящего состава было репрессировано. Если брать начальников главных управлений, все 100% были репрессированы. То есть это, конечно, сказывалось на уровне подготовки. Карьеру делали за несколько месяцев. То есть человек-капитан вдруг становился генералом. То есть это, в общем, был нонсенс. Если читаешь приказы того времени, касающиеся военно-воздушных сил, страшно становится. Невыполнение, дисциплина низкая и так далее, и так далее. Гитлер прекрасно это знал. Ему докладывали в военные атташе, которые присутствовали на учениях. Нам они говорили, что восхищаются уровнем боевой подготовки Красной Армии. А себе писали, войну надо начинать немедленно. В противном случае за два года успеют подготовиться, и мы ничего не сделаем. И поэтому на основе всех этих докладов, той информации, которая была сделана на основе Советско-финляндской войны, но это еще потом, может быть, вернемся к Советско-финляндской войне, здесь тоже очень интересная история, было принято решение совершить вот такое нападение. Соответственно, Жуков предлагал Стимошенко подготовить превентивный удар. И были направлены документы, соответственно, Сталину. Но там есть очень интересная история. До сих пор документы не вскрыты. 15 мая 1941 года в Москве садится самолет немецкий, транспортный, как бы, да. Но есть версия и предположение, что этот самолет привез письмо, личное послание Гитлера, в котором Гитлер убеждал Сталина, что войны не будет, и что это все провокации англичан. А перед этим, как раз в 18, вернее, через три дня, Жуков со Сталином не знали об этом письме, они обратились как раз с предложением нанести превентивный удар. И Сталин категорически ответил нет. Но единственное, что он принял, идею о создании второго стратегического эшелона. И вот этот второй стратегический эшелон спас Москву. Его начали создавать 22 июня 1941 года. До этого он существовал только на бумаге. А вот формирование началось как раз вот в эти дни. И, собственно говоря, если бы этого не было, то есть не было бы предложений Жукова и Тимошенко, мы бы Москву, естественно, потеряли. Поэтому к войне готовились, готовились серьезно. Но были и ошибки. Например, командующий Западным фронтом генерал армии Павлов, он не выполнил указания генерального штаба о приведении частей в повышенную степень боевой готовности. То есть ряд округов выходят, но они занимают боевые позиции, начинают разворачиваться. Западный округ, мы видим Брестская крепость, все спят, бои начинаются в нижнем белье, солдаты выбегают, самолеты все стоят на аэродроме, хотя все остальные вывели авиацию, рассредоточили, замаскировали и так далее. Потери были колоссальные из-за этого. И поэтому, конечно, немецкой армии удалось достаточно быстро дойти до Москвы, именно вот как раз через вот это вот направление Беларусь, Минск, соответственно, Москва. Вот это вот западный округ, который не выполнил, руководитель которого просто не стал выполнять директивы. Вы озвучили один аспект, неопытность. Давайте поговорим о том, каким это потерям привело на первых этапах битвы за Москву. Константин Ильич, что происходило? Потери были колоссальные, я согласен полностью. И нужно помнить о том, что предусматривал план Барбаросса. Было три основных цели у Гитлера. Это Москва, Ленинград и Киев. Киев пал, Ленинград в блокаде. Вот враг у Вороса Москвы. Попозже, чем планировалось, планировали это в октябре. В октябре не получилось. И здесь надо отдать должное, кстати говоря, и ополченцам. Вот в той ситуации, о которой говорилось в репортаже, когда сотни тысяч наших солдат и офицеров оказались в котлах, 160 тысяч москвичей записались в дивизии народного ополчения, с собой заслонили Москву. Героизм массовый, подбегов не исчесть. И подольские курсанты, и панфиловцы, это на слуху. И враг из последних сил рвался к Москве. Работали диверсионные отряды. Из 70 эшелонов, которые должны были дойти до переднего края гитлеровских войск, доходило, по оценкам тех, кто специально занимается этой темой, 23. Остальные не доходили, их диверсионные отряды, партизаны останавливали по дороге. Поэтому, конечно, ценой огромных потерь, ценой неимоверных усилий, но остановили врага вот прямо здесь, под Москвой. Чтобы 35 километров было до Москвы, совсем не было. Доходили даже меньше, там, 20-23, по-моему. Но неправильно думать, что здесь, под Москвой, гитлеровская армия находилась в таком же состоянии, в котором она в июне вторглась в Советский Союз. Конечно, это было очень потрепанное и сопротивлением, ожесточенным сопротивлением советских войск, и морозами, и собственными недоработками армии. Поэтому мы говорим о переломе. Вот дошли и... А вот о переломе, кстати, он же произошел, так понимаю, 5 декабря. Поэтому мы сегодня здесь собрались в преддверии этой даты, и вот вы упомянули народное ополчение. Но вот что происходило, там, где-то октябрь, ноябрь, может быть, в Москве в это время? Там уже была посеяна паника, Владимир Михайлович, правильно понимаю? В самом городе. Ну, правительство было эвакуировано в Куйбышев, в Самару. Сталин размышлял, уезжать, не уезжать. И были готовы, был спецтранспорт, чтобы его эвакуировать. Но он все-таки почувствовал, что уезжать нельзя. То есть даже если бы это было сделано, естественно, секретно, все равно бы это как-то, как-то просочилось бы, и это могло сыграть роль даже, может быть, роковую. И то, что вот он с 7 ноября во время парада появился на Мавзолее, и это было снято и показано и на фронте, и по стране, это сыграло большую роль. Психологический такой момент, да? Психологический, да. И в Москве готовились даже к тому, что все-таки фашистам удастся ее взять. То есть готовились уничтожить метрополитен. 5 тонн взрывчатки было завезено в Кремль. Готовились взорвать собор Василия Блаженного, ГУМ, националь, метрополь, заводы, Елоховский собор, электростанции, правительственные здания и так далее. Можно представить, как это бы взлетело, в том числе вместе с людьми, телеграф и так далее. Это было, но вот выстояли, выстояли. Причем ситуация была просто отчаянная. Есть очень хорошее интервью Жукова, которое еще в 60-е годы снял Константин Симонов. Тогда это интервью не показали. Сейчас оно показано, можно посмотреть. И он даже говорит, что самая сложная ситуация была не 15-16 октября, когда в Москве паника началась, а раньше, когда Сталин вызвал Жукова и говорит, я не знаю, что происходит под Москвой. Сталин говорит, поезжай, доложи. И он поехал и увидел, что вот есть участок Можайской обороны, 300 километров, почти никого из наших нет. Иди на Москву, дорога открыта. Но многие окруженные наши части, они сражались. И это сдержало. Вот у небцев не было свежих сил, которые можно было бросить вот в эту прореху. Наши сражались, погибали в окружении. И в это же время Жуков в каких-то последних усилиях собирал все, что можно собрать. Доходило до фантастических вещей. Артиллерии нет. Найдите артиллерию. Какой-то старый сторож вспомнил, пушки стоят, оставшиеся с войны 1877-1878 годов. Русско-турецкие. Глянули, действительно стоят в хорошем состоянии. Есть снаряды, поставили, значит, на оборону Москвы. И фашисты были удивлены, какие-то новые пушки как-то по-новому стреляют. А у них даже прицела не было. Через дуло наводили. Но били фашистов. То есть все было брошено, чтобы и москвичи. Все-таки вот когда начальство побежало, а при этом и деньги воровали, увозили, и чего только не было. Бывало так, что москвичи по собственной инициативе, рабочие, вытряхивали это бегущее начальство. То есть вот как-то начинали организовываться, наводить порядок. Но и то, что было введено осадное положение, ведь ни много ни мало. За панический разговор расстрел. Вы понимаете, что такое? За слух расстрел. Вот такие ужасающие были меры. Но тем не менее удалось взять ситуацию в свои руки. Но при этом, несмотря на то, что был действительно за панику положен расстрел, во многих мемуарах очевидцев можно читать про почерневший снег от книг, которые сжигали на случай, если Москва будет взята. То есть если мы сегодня говорим о мифах, и пытаемся именно разобраться, как все-таки было на самом деле, то хочется понять, почему Москву, тем не менее, защищали не только даже москвичи и жители Подмосковья. Но в какой-то момент, опять же, поправьте меня, пожалуйста, я, конечно же, не настолько экспертен в этом вопросе, в том числе и стянутые к Москве войска. И звучит такое мнение, что, а может быть, и не стоило Москву такими катастрофическими жертвами защищать. Это исключительно вопрос, чтобы быть правильно понятым. Почему до сих пор есть мнение о том, что Москва, хребет страны, и политический, и человеческий, что, может быть, ее можно было отдать, чтобы не жертвовать таким количеством людей? Александр Александрович, как вам кажется? Ну, уже история 1812 года показала, что делает неприятель в Москве. К тому же политическая ситуация была иная. Тогда столица была Санкт-Петербург, здесь же столица государства Москва. И это была главная причина, почему Москву не хотели отдавать. Если мы посмотрим на то, как защищали Сталинград, так же бы защищали бы и Москву. И, конечно, хотелось бы сказать, что именно уже в июле месяце началась переброска войск с Дальневосточного военного округа, Сибирского военного округа, Среднеазиатского военного округа и Уральского военного округа. Также шла мобилизация уже в июле месяце, и дивизии народного ополчения, их было создано 11, а уже в октябре 4 дополнительные, так же, дивизии народного ополчения. Практически у станков стали дети седьмого класса, это ФЗО и РУ. Получается, что практически взрослых заменили дети. И на самом деле, когда вот по Горьковскому шоссе отступала элита, так называемая, вот именно рабочие, которые работали в предприятиях ВПК, расположенных по этой трассе, они не понимали, куда они бегут. Само население было немного иного порядка, оно решило защищать Москву до конца. И вот правильно было сказано, когда 16 октября Сталин приехал на Москву товарную и размышлял, уезжать ли ему или нет, он понял, что и так практически большая часть генерального штаба с метро Кировского ехала, ставка практически вся эвакуирована. И он понял, что хотя бы он, единственный руководитель, останется в Москве. И это, конечно, так же решило вот этот вопрос. Ну и вот эти дивизии, которые прибывали в Москву, конечно, не уступали. Некоторые даже по вооружениям тем частям вермахта, которые наступали. Хотел здесь еще добавить такую ситуацию. Группа армий «Центр» сама бы не могла взять Москву, поэтому было решено перебросить войска от Ленинграда. Ведь по плану «Барбароса» надо было сначала взять Ленинград, а потом уже Москву. И также с южного направления были переброшены воинские части на московское направление. Хотя соотношение сил именно и в боевой технике, и в людских силах было на стороне вермахта, но дух именно был сильный у именно Советского Союза. И вот именно парад 7 ноября он показал, что Москва жива и жива Россия. Давайте как раз о духе, о том состоянии, с которым... Сейчас, конечно, на самом деле сложно представить, насколько... Ну, знаете, вот тоже сейчас ведутся разговоры о патриотизме. Вот мне кажется, кто знал о патриотизме, простите за... Это был яркий патриотизм. Да, все население понимало, без Москвы не будет Советского Союза. Давайте как раз об этом, о патриотизме, о духе поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Вечер на Спасе». Мы продолжаем и сегодня говорим о битве за Москву. Почему столицу удалось нам всем отстоять тогда, в 41-42 годах. Но мы уже частично говорили про командование и главные решения на первом этапе битвы. Но вот хотелось бы понять, что происходило в церкви, Владимир Михайлович, в тот момент. Ну, во-первых, церковь сразу выступила как народная сила. Хотя митрополит Сергий не имел права обращаться. Тем не менее, он это сделал еще раньше Сталина. И потом даже Сталин кое-что использовал из сказанного митрополитом. То есть церковь сразу заняла патриотическую народную позицию. И я хочу сказать, что вот хотя мы и отступали, и огромнейшие потери, Но все-таки еще до Москвы был сорван план Блицкрига. Не получилось. Вот хотели еще летом завершить войну. Ничего из этого не вышло. И еще нужно сказать, что все-таки Сталин поверил последнему сообщению группы Зорге. А это было сообщение о том, что Япония на нас все-таки не нападет. И то, что он поверил, позволило перебросить свежие дивизии с Дальнего Востока и Сибири. И здесь еще вот о чем надо сказать. Может быть, для зрителей будет это неожиданно. Здесь оказалось, что большой вклад в нашу победу внесли Николай II и Александр III. Почему? Да потому что Александр III принял решение строить Транссибирскую магистраль. Николай II ее построил, значит, к 1904 году. Именно по этой магистрали были переброшены войска, которые, собственно, и помогли спасти Москву и перешли в контрнаступление. Но не будь этой дороги, которую построил Николай II, они что, пешком бы оттуда шли? Они бы не успели. И многое могло бы сложиться иначе. Так что вот и вклад наших предков, руководителей дореволюционной России в нашу общую победу тоже, безусловно, есть. И, кстати, у меня отец защищал Москву. Мама, балеринка 16 лет, рыла траншеи под Москвой. И, возможно, отец как раз вот в этих траншеях и сражался. Но они еще знакомы не были. Вот и действительно, вот когда пошло и московское ополчение, там были колоссальнейшие потери. Но они продержались, вот пока подошли эти свежие дивизии. Вот главное было выиграть время, собрать силы. И еще один факт, может быть, для кого-то неожиданный. Отступать немцы начали даже не 6 декабря, а 3. Еще до нашего наступления вот Гудуриан стал отступать. Почему? Потому что они выдохлись, и было принято решение Гудурианам оттянуть силы назад, чтобы перегруппировать, чтобы как-то прийти в себя. У них свежих сил не было. Если у нас мобилизация, 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 то они вот как перешли нашу границу, так до Москвы дошли, потрепанные, холод наступал. И вот уже 3-го числа первое небольшое отступление было. Это стало известно нам, и решение о контрнаступлении было принято только в начале декабря. Вот были сведения, что не все у них благополучно, и решили нанести удар, и получилось. Вообще интересно, как много совпадений, чудес, как угодно можно трактовать, произошло в то время. Но если вновь возвращаться к мифам и возвращаться к разговору о церкви и о духовности, то как можно объяснить живучесть мифа, что Сталин тайно церкви благодетельствовал и симпатизировал? То есть оттуда же пошла эта икона, разговор о том, что Сталин тайно побывал у Матроны Московской единожды. Но это не имеет значения. Откуда живучесть этого мифа? Ну, вообще Сталин, его биография достаточно интересная. Ведь он же закончил вначале духовное училище, а потом в семинарии. Причем в семинарии он проучился 4 года, и потом его отчислили. Ну, практически изгнали. Причем первые 2 года в семинарии он тоже учился на хорошо и отлично. А потом он связался с большевиками, в общем-то, и, собственно говоря, плюнул на учебу. И это сказалось на вообще его взглядах религиозных. Хотя где-то, конечно, внутри у него все-таки вот эти 11 лет, которые он был связан с изучением закона Божьего, ну и вообще с религиозным пониманием устройства мира, они все-таки потом кое-когда проявлялись. Вот в тяжелые минуты, связанные с ситуацией в Советском Союзе, с Москвой, соответственно, ситуация в Москве. Ведь здесь еще есть чудеса. Вот Москву оборонял 1 миллион 200 тысяч человек, а на Москву наступало 1 миллион 900 тысяч немцев. На 700 тысяч больше. По танкам в два раза больше. И мы победили. В ходе московской битвы мы победили. Мы отбросили, да, мы не победили так, как мечтали и планировали, потому что не было еще опыта, не хватало сил, но в результате все равно победа была достигнута. И это крайне важно. И если мы говорим, откуда вот берутся мифы, ну, конечно, сейчас встает вопрос о том, что, ну, определенная турбулентность у нас в жизни существует по разным причинам. Экономический кризис, тут пандемия и так далее, и так далее. Люди ищут опору, и опора, как правило, представляется в сильной руке. И вот такой сильной рукой начинает читать Сталин, забыв о всех тех его, ну, можно даже говорить прямо о преступлениях, которые он совершил в своей жизни. И его обеляет. И одна из форм, которая избрана, это попытаться представить Сталина религиозным человеком, который вот в трудные минуты обращался к Богу, и благодаря этому, в общем-то, получал эту поддержку от Бога. И, соответственно, это фигура, которая заслуживает того, чтобы его изображать на иконе. Ну, вот интересно поговорить как раз про эти трудные минуты, потому что 3 июля 41-го года, когда он обратился к гражданам, он что сказал в своем радиосообщении? Да, он сказал, товарищи граждане, братья и сестры. Вот это он так заигрывал с гражданами, потому что мы все понимаем, что братья и сестры – это вот такое обращение, этикета православного круга. Вот как вы оцениваете это, Александр Ильич? Ну, конечно, руководство страны, лично Сталин, в этой ситуации понимали, что необходимо делать все, чтобы как-то объединить страну. У нас очень много оставалось на тот момент общественных противоречий, пришедших из прошлого. Ну, смотрите, с окончания гражданской войны, с полного окончания, не меньше 20 лет прошло в 41-м году. Конечно, это все было еще очень свежо. И также было ясно, что страна столкнулась с такой угрозой, со смертельной угрозой, что вот эти все подходы, разделяющие страну, нужно постараться оставить в прошлом. И они, конечно, предприняли шаги, в том числе это касалось и взаимоотношений с церковью, это известная история. Но то, что касается того, что наши люди, некоторые люди склонны к суевериям, склонны принимать на веру всякие глупости, но мы же все люди. И это часто люди пожилые, бабушки наши. Я бы так относился с уважением. Другое дело, что в сознании народа никогда вот такие выдумки не должны заслонить подвиг нашего солдата. Вот сегодня день неизвестного солдата. Нужно вспомнить наших солдат, павших и переживших войну, низко поклониться им и подумать о том, что они на самом деле сделали. Вот Александр Александрович вспоминал 1812 год. Неизвестный солдат не только в последнюю войну, это солдаты всех войн, которые вела Россия, оборонительных войн. И вот сейчас вот эта история у многих на слуху с генералом Гюденом Саранцузским. Вот его отвозят в Париж, вот его там похоронят. А это захватчик, агрессор, который получил по заслугам и нашим артиллеристам надо отдать должное, которые его уничтожили медким выстрелом. И вот эти артиллеристы, это тоже неизвестные солдаты. Поэтому не случайно, вот вспомните, не только к церкви обратились, обратились к русской истории. Вот эти слова пусть вдохновляют вас подвиги ваших великих предков. И перечислялись и Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, Суворов, Кутузов. Старались вот как-то объединить страну ради главного, ради победы в этой смертельной схватке. Нам сегодня тоже нужно понимать, как разбираться в истории. Потому что, вот вы уже сказали о том, что существует миф, и главное, чтобы они не заслоняли правду. Другое дело, как вычленить главное и правдивое, когда распространяются активно различные статьи, снимаются художественные фильмы. Именно они бьют самое сердце. И вот человек вдруг захочет прочитать о Великой Отечественной войне, он зайдет в книжный магазин, а там на полке огромное количество литературы. И что в этих книгах окажется правдой, непонятно. Как разобраться в этом море истории, кажется, бескрайним и бездонным? Александр Александрович, есть какой-то совет? Очень много методов, как это все вычленить. Значит, вот приводится такая информация, что Матрона в 1942 году переехала на Арбат, а там как раз и проходила правительственная Тараса из Кремля в Кунцево. Но она утверждала, что Сталин останется в Москве один, но это случилось 16 октября 1941 года. А ей приписывают эти слова, когда якобы они встречались в 1942 году. Сразу уже этот псевдофакт отрицается. Дальше, значит, по поводу иконы, которую, значит, по определению ряда людей все-таки поднимали воздух. И от кого шла вот эта информация? Это был Василий Сталин, сын вождя. Это был Маша Голованов, личный пилот Сталина. И Громов, с которым как раз власть заигрывала. И они утверждали, что 8 декабря 1941 года они поднимали икону. Что самое интересное, начинают сперва писать о Тихвинской иконе. И именно о той, которая была в городе Тихвине. Но город Тихвин был захвачен к этому времени. Потом начинают говорить о списке Казанской иконы Божьей Матери. А потом начинают выдумывать, что то три приезжала священнослужитель, то приезжало их 12, то был самолет типа Дугласа, то было чуть ли не звено. И вот здесь мы начинаем смотреть эти сводки. А летали ли самолеты 8 декабря именно вот в этом районе? Это был третий узел обороны, и там полеты были запрещены. Уже был такой случай, когда впервые объявили воздушную тревогу в Москве. Это как раз возвращались советские самолеты. И здесь эти самолеты, которым приписывается облет Москвы с иконой, они не могли просто летать. Артемий бы дал приказ и их бы сбили. Потому что тут, говорится, знал только один Сталин, но должен знать и командующий Московской зоны обороны. И, конечно, вряд ли бы тот же Голованов поднял этот самолет. Поэтому, когда приводятся вот такие псевдо-факты, надо всегда анализировать. И тогда анализ дает точную информацию. И нужно слушать специалистов, профессиональных ученых, историков, таких, как собравшиеся здесь коллеги, в частности. Самим бывает трудно разобраться, но надо обращаться к мнению специалистов. Сейчас в Ютюбе всегда можно найти. Да, отлично. Отец Александр, а как вы считаете, по вашему мнению, вот такие мифы, насколько они не только болезненны, но насколько они вредны? Или же, вот я знаю, например, моему сердцу близких людей, которые верят, что икона облетала, и что это одно из чудес. И вот такой вот двоякий момент. С одной стороны, ну, человек в это верит, и для него это светло. А с другой стороны, мы понимаем, что с исторической точки зрения этого быть не могло, как мы только что выяснили. Вы знаете, помните, когда судили апостолов, Кумир сказал, что если это не истина, все это очень быстро разрушится. Мифы, они, конечно, за другой стороны, конечно, живучая вещь, но они тоже, если это не истина, они в конечном счете истина восторжествуют. Конечно, тепло, так, у меня в моем сердце тоже тепло, я тоже, когда услышал, так сказать, я просто склонен поверить. Думаю, ну вот, ну, было чудо, вот наш патриарх говорил, что было чудо, было явно чудо, потому что, действительно, там соотношение сил, вот мы сейчас слышим уважаемых людей, было просто не по качеству, не по количеству, не по каким показателям. Мы вдруг в Москве стояли. То есть, конечно, Бог помог. Конечно, людям хочется все это как-то вот персенцировать. То есть, что вот как это все? Ну, простому человеку. Ну, и, так сказать, знаете, я все-таки здесь не вижу какой-то катастрофы такой духовной, идеологической. Так сказать, будет время, и время покажет, что все будет хорошо. А вот что интересно, вот, видите, еще этот момент, вот, не прозвучался, конечно, он вам известен, но он не прозвучался сегодня. Ведь Гитлер рассчитывал на то, что 20 лет гражданской войны, что разрушен, так сказать, скреп общества, друг друга люди воевали. Вот я расскажу вам, просто аккуратненько маленькую историю. У меня оба моих прадеда, оба и деда моего отца, священники, они были репрессированы. Они расстрелили, другого в концлагерь отправлены. И, естественно, в нашей семье был такой антисветизм, так сказать, исторический. И вот мой папа в 50-х годах приезжает домой, и там собрались его, так сказать, дяди и тети, тоже почти все репрессированные, там как-то гонимые, там и шенцы, как минимум. И они начинают ругать, так сказать, советскую власть. Он говорит, дорогие дяди и тети, а почему все добровольцы мы шли на фронт? Даже две сестры его, ну, в смысле, дяди и тетки, они тоже добровольцы, медсестры пошли на фронт. А медсестры – это одна из самых убиваемых, так сказать, категорий. Понимаете? И все прошли фронт, и все вернулись с фронта. Ну как же? Россия в опасности. И все. И вот даже эти люди очень обижены советской властью. Они не мыслили по-другому. Вот это ответ на вопрос, почему мы выиграли в том числе. И вот это основное, я считаю. Спасибо за эти слова. Дорогие друзья, к сожалению, у нас время подходит к концу. Очень много важных сегодня фактов действительно прозвучало. Но еще, мне кажется, немало важно сегодня отметить, что, несмотря на то, что в истории действительно иногда сложно разобраться, вот главное, наверное, не терять интерес этот живой к изучению своей истории, потому что, как мне кажется, именно он может в конечном итоге привести к истине. Но она архиважна, потому что поможет всем нам наконец-то усвоить уроки прошлого и не повторять его ошибки, друзья.